Друзья, всем привет! Вы на канале World Cloud Pro и с вами Александр. И в сегодняшнем выпуске мы продолжаем тему о ленточных фундаментах и о проблемах с трещинами по каким-либо причинам. В прошлом выпуске мы рассказывали конкретно про причины, по которым ленточный фундамент может давать усадку, давать трещины и происходить с ним могут какие-то разрушения. В сегодняшнем выпуске мы разберем еще раз сами эти причины кратко и проговорим о том, какие могут быть решения в разных случаях, то есть что может спасти ваш ленточный фундамент. Если вы столкнулись с этой проблемой и у вас треснул ленточный фундамент, обязательно посмотрите прошлый выпуск на нашем канале. И в сегодняшнем выпуске мы расскажем, как эту проблему можно решить. И бывают случаи, когда ее действительно можно решить, бывают, конечно, когда уже нет. Ничего нельзя сделать, но мы постараемся подробно об этом сегодня поговорить и, возможно, сможем вам помочь чем-то, если вы столкнулись, не дай бог, с такой проблемой. Начинаем! Итак, друзья, в прошлом выпуске мы говорили о том, что есть несколько причин, основных по которым может возникнуть трещина фундамента. Во-первых, это неправильная подготовка, то есть под саму ленту. Во-вторых, это неправильная конструкция, то есть недостаточно армирования либо сечения ленты под ваш дом и под эти грунты не подходит. Третье, это неравномерная осадка грунта. И четвертое, это некачественные материалы. И давайте сейчас попробуем понять, как при каком случае действовать и как можно спасти треснувшую ленту. Итак, друзья, давайте рассмотрим первый способ, как можно устранить трещины на ленточном фундаменте по причине того, что у нас просел грунт. То есть возьмем, к примеру, что сама лента у нас сделана правильно, то есть все заармировано, все хорошо, но не был сделан расчет и, соответственно, несущая способность грунта, то есть которые, да, вот у нас уходит условно, ну вот если у нас это обратная засыпка, то вот это все у нас вокруг грунт. То есть несущая способность данного грунта, она ниже, чем мы ее нагружаем и, соответственно, лента от этого может проседать. А так как площадь опоры у ленты, конкретно в данном случае, это только вот эта вот часть, то есть возьмем, что она у нас там шириной 300 миллиметров, то есть вы там решили строить там из какого-нибудь там трехсотого газобетона и сделали такую ленту. Соответственно, так как у грунта несущая способность маленькая и он начал проседать от того, что нагрузка, да, вот на этот фрагмент достаточно большая и это мы сейчас говорим о случае, когда дом, например, еще не построен, либо вы только начали его строить, то есть когда еще нету там каких-то серьезных последствий, у вас там не там рухнули стены, не там ничего не случилось с кровлей, а, например, только пошли какие-то еще мелкие трещинки по самому газобетону. В этом случае мы можем здесь делать некое усиление, то есть по-хорошему здесь должна быть Т-образная пятка, то есть если бы был сделан расчет и мы бы понимали, что несущая способность у нас слабая, мы бы здесь сконструировали ленту таким образом, чтобы вот здесь была еще такая вот дополнительная пятка, которая бы по площади опоры на данный грунт была бы больше. То есть если здесь было 300 то вот эту вот пятку мы могли бы сделать 800 мм, соответственно, тогда бы уже нагрузка бы на грунт передавалось, можно сказать, ну в два, там с лишним раза меньше, потому что здесь мы передавали всю нагрузку на 300 миллиметров, здесь мы передаем всю нагрузку уже на 800 миллиметров, соответственно, грунт нагружаем меньше. В этом случае да то есть как нам сделать эту пятку если мы уже с вами зале да там условно фундамент все у нас уже там начал устроиться и ну по причине того что слабо несущая способность грунта она начала трескаться то есть в этом случае можно сделать как то есть возьмем если у нас есть вот план нашего ленточного фундамента ну грубо говоря это там четыре стены грубо там 10 на 10 да и внутри также 10-метровая еще у нас стенка несущая по центру и к примеру возьмем что у нас там возникло там да несколько трещин там где-то да там по всей ленте то есть что можно можно в этом случае сделать и в общем то этот вариант который сейчас объясню будет касаться не только там большого количества трещин но если например трещины там только в одном месте да к примеру к примеру вот здесь мы можем сделать фрагментарный подкоп то есть грубо говоря мы выбираем полностью вот все что здесь насыпано с двух сторон и можно сказать подвешиваем ленту но делать это можно только фрагментами то есть нельзя взять и просто вот так вот полностью выкопать вот эту вот ленту иначе она точно туда вообще вся провалится и все то есть надо делать фрагментами там не более чем по два по полтора метра то есть условно если мы всю ленту разобьем на эти фрагменты то мы будем заливать вот эти вот дополнительные подушки здесь внизу шириной два метра то есть грубо говоря через одну то есть выкопали там траншею выставили вот здесь опалубку залили потом опять выкопали траншейку выставили опалубку залили и вот таким вот образом мы делаем полностью по всему периметру ленты то есть выставляем ее на некие такие подушки и соответственно когда мы полностью как бы залили вот эти вот подушки да там с прогалами после этого как бы да мы дополнительно доставляем опалку уже вот этих зонах где у нас нету и доливаем еще раз то есть это вот как бы первый способ как можно это сделать то есть рассчитывать уже конкретно армирование вот этой подушки рассчитывать какие-то узлы крепления арматуры дополнительной к основной арматуре ленты необходимо делать уже исходя из расчетов то есть нельзя так взять и сказать что конкретно берите такую-то такую-то ленту то есть это все уже индивидуальные случаи которые нужно рассматривать сделая геологию понимая несущую способность грунта понимая какая арматура и какого сечения лента была заложена вот здесь то есть это все уже делается не просто вот так от балды то есть это просто как вариант принцип как можно сделать усилить ленту которая начала трещать и спасти и это сделать дополнительную вот такую вот разгрузочные подушку внизу то есть это достаточно сложное мероприятие дорогостоящее не все строителей за него возьмутся но она того стоит и если у вас уже там начался возводиться дома пошли трещины после того как вы злете эти подушки и восстановите до да, условно, замажете там все трещины на стенах, на фасаде, в ленте, которая выше, то, соответственно, дальше трещины эти не пойдут. Опять же, если будет сделан грамотный расчет, и правильно будет продумана вот эта вот нижняя подушка, о которой мы только что говорили. Друзья, еще один способ, это устройство металлической обоймы. То есть, предположим, что вот у нас, да, имеется ленточный фундамент, и где-то вот здесь, да, там пошла трещина. Ну, к примеру, вот тут вот даже можно, да, на примере вот мелкой трещинки. То есть, здесь это не критично, но, как бы, она довольно давно уже в таком состоянии. То есть, здесь она никуда не расходится. Возможно, это просто трещина, как бы, в цементном, как бы, ну, растворе, именно на поверхности. Но, к примеру, если вот эта трещина бы разошлась сильно, да, и здесь была бы уже там, ну, она хотя бы там, ну, пролазил бы, словно саморез, там, да, там 6-5 миллиметров. В этом случае, если это именно локальная трещина, она не полностью, да, идут такие трещины по всей ленте, а только вот так вот в одном месте. Можно сделать металлическую обойму. То есть, опять же, надо понять причину. То есть, например, может быть, да, там просел грунт конкретно вот здесь, вот в этом месте, да, в одном, там, что-то промыло. Или, может быть, здесь там арматура была соединена неправильно, и там, например, нахлёст сделали арматурой, но не связали её. Поэтому здесь получилось ослабленное место. И как раз, кстати, вот в этом случае здесь стоит колонна. То есть, вполне возможно, что это всё-таки трещина, как бы, идёт полностью по всей ленте. Но она не критична, потому что она не раскрывается. Но, опять же, не факт, что с ней будет через несколько лет. В этом случае, например, вот если это в одном месте, можно сделать металлическую обойму. То есть, можно наварить вот здесь вот, прикрепить швеллер, и к этому швеллеру, соответственно, насквозь прикрутить шпильки. И шпильками это всё дело скрутить. Тем самым мы, как бы, укрепим ленту. Можно сделать металлическую обойму из уголка. То есть, уголок загоняется, подкапывается ленту, он загоняется внизу, снизу и сверху, и делается вверху. Ну, соответственно, когда уже есть какая-то конструкция, как здесь сверху, да, там забор кирпичный, то сделать это будет довольно, как бы, проблематично. Если, например, сверху конструкции нет, и это просто лента, тогда можно, да, соответственно, вот такой вот наварить уголок, положить его сверху, снизу, обварить также их между собой металлом. То есть, сделать такую стальную обойму полностью вокруг всей ленты, конкретно вот в месте одной, где есть одна трещина. Но такой вариант годится только, ещё раз повторюсь, когда это локальные какие-то трещины, а не трещины по всей ленте. То есть, если трещина по всей ленте, скорее надо применять решение, которое я говорил предыдущие. А если она одна, то можно попробовать использовать металлические обоймы. Следующий вариант, это если у нас лента, про которую, да, мы сейчас с вами говорим, если она у нас недостаточно заармирована, либо был использован некачественный бетон, там плохая арматура, и трещины по самой ленте пошли конкретно из-за того, что у нас есть вот эти вот проблемы. То есть, как в этом случае быть? В этом случае всю ленту нужно брать в некую железобетонную обойму. То есть, грубо говоря, нам нужно залить с двух сторон от ленты ещё дополнительные ленты. То есть, нам нужно выставить опалубку вот здесь и вот здесь. Всё это дело внутри заармировать. То есть, опять же, ну, количество стержней арматуры я рисую сейчас примерно и условно. То есть, это всё нужно рассчитывать. Всё это заармировать и обязательно стянуть это всё дело какими-то резьбовыми шпильками. То есть, чтобы у нас они не работали как отдельно стоящие две конструкции, чтобы они были полностью стянуты. То есть, вся вот эта конструкция, она должна быть стянута. Там, опять же, да, количество их нужно определять конкретно от размеров, от высоты ленты и так далее. Вот в таком случае потом, да, мы когда это всё выставили, стянули, то есть, шпильки, которые обозначил фиолетовым, они должны быть приварены или привязаны к арматурному каркасу именно вот продольных вот этих стержней и поперечных, доливочных вот этих вот лент слева и справа. И после этого уже, как бы, соответственно, вот эта вся конструкция заливается бетоном. И если основная лента, на которой там стоит или ещё не стоит стена, если она у вас трещала, либо растрескивалась, потому что у вас был не, как бы, качественный бетон, либо было мало арматуры, и вы уже нагрузили, и лента просто не выдержала, то вот такой способ, он поможет. Но опять же, нужно делать необходимые расчёты. То есть, это только пример, образец того, как можно решить проблему, вот такой вот железобетонной обоймой. То есть, толщина вот эта вот, высота заливки, количество арматуры, это всё определяется конкретным расчётом. И сейчас мы не говорим о конкретных цифрах, а просто показываем принцип того, что можно сделать. Так что это, так скажем, второй вариант по спасению ленты и её усилению, и противостоянию трещин и разрушению бетонного камня. Друзья, очень важный фактор, что все вот эти решения, о которых только что я проговорил, нельзя использовать просто, вот как говорится, от балды на шару. То есть, потому что можно сделать ещё хуже, можно потратить опять деньги и не добиться вообще никакого результата, который вообще должен быть. Соответственно, чтобы конкретно определить, какой способ усиления и восстановления вашей ленты вам поможет, нужно обязательно сделать расчёты, сделать, скорее всего, геологические изыскания, чтобы понимать несущую способность грунта, понять причину, по которой это всё произошло. И, соответственно, после этого уже можно только окончательно принять решение, что именно вот такой способ подойдёт, сделать для этого способа проект, и по этому проекту строго вести работы. Так что, если, в принципе, у вас есть какие-то вопросы касаемо ленты, можете писать нам в комментариях, мы постараемся вам помочь, ответить при необходимости выехать на участок и проконсультировать. Так что, на сегодня наш выпуск подходит к концу, я надеюсь, мы помогли кому-то этим выпускам, кто-то, да, понял, возможно, какие у него проблемы, как можно их решить. Так что, мы рады, что вы с нами. Подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!